Смоленская АЭС Подтвердила статус предприятия лидера производственной системы Росатома. Алексей Островский назвал строительство Смоленской АЭС-2 самым перспективным инвестиционным проектом области. Всемирный день охраны окружающей среды. На Смоленской АЭС в работе первой и третьей энергоблоки. Общая мощность составляет 2065 МВт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 2 с 22 мая находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за май составила более 2 миллиардов киловатт-часов. С начала года выработано более 9 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 148 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС подтвердила звание предприятия «Лидер ПСР» по итогам работы в 2019 году. Такое решение было принято на Управляющем совете Росатома под председательством генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева, проходившим в этом году заочно. Для успешного прохождения отраслевого экзамена необходимо было достичь бизнес-целей, поставленных корпораций и декомпозированных до физических показателей потоков и процессов, а также успешно пройти развивающую партнерскую проверку качества развития ПСР. Со всеми задачами Смоленская АЭС успешно справилась. В 2019 году на Смоленской АЭС были реализованы 32 ПСР-проекта, 655 предложений по улучшениям, продолжена работа по развитию проектов «Бережливая поликлиника» на базе МСЧ-135 и «Бережливый город» совместно с администрацией Десногорска и МУП ККП. Как предприятие «Лидер ПСР» Смоленская АЭС помогает внедрять бережливое производство предприятиям-партнерам, не входящим в структуру атомной отрасли. Управляющим советом принято решение продолжить системное развитие ПСР на предприятиях отрасли в 2020-2021 годах. На Смоленской АЭС разработан и реализуется план развития производственной системы Росатом на 2020 год, в котором определены мероприятия, необходимые количественные и качественные критерии, дальнейшая стратегия развития потоков и ПСР-образцов. 27 мая состоялась рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. Отвечая на вопрос президента о наиболее приоритетном из инвестпроектов региона, на который необходимо обратить особое внимание, Алексей Островский назвал строительство Смоленской АЭС-2. Если говорить об инвестициях со стороны государства, то мы, конечно, очень рассчитываем на вашу поддержку в строительстве нового второго энергоблока Смоленской атомной станции. Что, безусловно, приведет к тому, что даст синергетический эффект по всей области, поскольку вся область будет в той или иной степени связана с этим проектом, в первую очередь строительная сфера. По итогам доклада губернатора, охватившего широкий спектр вопросов, президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору, отметив ответственное отношение к делу и активную работу по многим направлениям развития региона. Напомним, что генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, утвержденная распоряжением правительства России, включает два энергоблока САЭС-2 с реакторами ВВР-ТОИ общей мощностью 2510 мегаватт. Они планируются к сооружению взамен выбывающих мощностей. В Смоленской АЭС подготовлен комплект документов, необходимых для включения САЭС-2 в портфель инвестпроектов госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом». Документы направлены в концерн для согласования и дальнейшего утверждения в госкорпорации. 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. За 10 лет Смоленская АЭС вложила около 1 миллиарда рублей в реализацию природоохранных мероприятий, направленных на сохранение и улучшение окружающей среды вокруг предприятия. Подробные сведения обо всем, что касается экологической безопасности атомной станции, содержатся в открытых источниках. Ежегодно отчеты публикуются на сайте концерна «Росэнергоатом». По традиции, планируется осенью обсудить результаты 2019 года с общественностью. Экологическая и радиационная обстановка в районе расположения Смоленской АЭС всегда стабильна и соответствует установленным нормативам. Современное оборудование, надежные средства контроля дают возможность получать объективную информацию, которая свидетельствует о том, что влияние атомной станции не представляет опасности для природы и населения. Об этом говорят и данные мониторинга независимых специализированных организаций. Секрет успеха в строгом соблюдении требований законодательства, рациональном использовании природных ресурсов, постоянном совершенствовании, которое опирается на лучший мировой опыт и передовые разработки. Эффективность предпринимаемых действий подтверждают многочисленные дипломы и благодарственные письма от надзорных органов и неправительственных фондов, электроэнергетического дивизиона «Росатома» областных властей. Смоленская АЭС на международном уровне признана лидером социально- и экологически ответственного бизнеса. Центр городских компетенций Агентства стратегических инициатив совместно с командой проекта детского дома моды запустили опрос жителей Десногорска о том, хотят ли они водить своего ребенка в модный дом детского творчества. До 30 июня включительно опрос доступен по ссылке, которую вы видите на экране. Идея проекта ориентирована на создание детского дома моды, в котором все делается руками детей. Разработка дизайн модели, конструирование, кройка, шитье изделия, его художественная отделка и изготовление декора, а также аксессуаров на базе русских традиций и ремесел. В Центральный детский дом моды планируется открытие в Москве, а его филиалы – в городах расположения атомных станций России. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok